Всем привет! Вы на канале Бона Пяти, меня зовут Вика, и сегодня у нас третий выпуск совместного с историей проекта «Без фартуков», в рамках которого я приглашаю к себе на кухню участников проекта Бона Пяти и в свободной, непринужденной обстановке, оставив все фартуки позади, мы обсуждаем работу, специфику, делимся идеями, советами и, конечно же, готовим. Блюдо выбираем мы, вы же определяетесь со списком ингредиентов, из которого оно будет собираться. И сегодня у нас в гостях обожаемая всеми по рубрике «Люди пробуют» Катя. Катя – дизайнер и иллюстратор Бона. Превью, инфографики, баннеры, иллюстрации – это все она. Обладает отменным чувством юмора, играет на укулеле и ведет фэшн-блог. Ну что, привет, коллега! Здравствуй, Диктория! Добро пожаловать к нам на кухню, Катя. Спасибо, спасибо, всегда ждала, всегда рада. Как ты можешь догадаться, мы сегодня с тобой будем что-то готовить. Опять, опять в мою сильную сторону будем демонстрировать. У тебя есть варианты, что это будет? Косуля в трюфелях? Практически. Мы сегодня будем готовить салат. Это мое любимое, Вика. Ты как знала. Я как знала. Просто амур летел к тебе. Попал салатом в сердце. Да. Мне уже начинает нравиться сегодняшний день. И для сегодняшнего салата нам с тобой понадобятся следующие ингредиенты. Во-первых, это… Детеныши помидорок. Черри. Также нам понадобится авокадо, у нас еще будут оливки, сыр и курица, которую мы будем мариновать в сливочно-чесночном соусе для того, чтобы она у нас получилась более сочная и ароматная. Займись, пожалуйста, помидорками, начни их нарезать и расскажи наконец, кто ты в Боне, чем ты занимаешься изо дня в день, ночами, днями, вечерами. Как-то прихожу я в Бон и мне говорят, рисуй, Катя, рисуй нам. Мы придумали рецепт, а как бы как люди узнают об этом всем, если он будет просто написан текстом. И пришлось рисовать, как вот нарезаются помидоры. То есть досконально вся вот эта вот… Прелесть. Процессия, да. Мне кажется, ты слегка потухла, когда начала рассказывать про Бон, так вот стало мгновение более серьезное. Я слегка потухла, когда начала нарезать помидоры маленькие. Ну и теперь нам осталось только замариновать курицу. Давай. Она у нас станет просто божественной. Катя, хотела тебе сказать, что помидоры нарезаются просто как… По маслу. Как по маслу режешь помидоры. Теперь мы курицу всю эту перемешиваем. Ты вот смотришь Бон аппетит, Катя? Ну там, где есть я. Там, где есть ты. То есть предположить, какое у нас будет следующее действие с курицей. Есть варианты? Если мы замариновали ее, что дальше надо дать? Мы дадим ей время, чтобы она настоялась, чтобы она успокоилась и она пропиталась всеми положительными эмоциями нашей готовочки. Приблизительно так? Ровно так и поступим. Нам для этого нужно примерно минут 40-45. И сейчас нам нужно выложить подушку из салата. Подушка – метафора. Не обязательно делать это в форме подушки. Ой, а я уже хотела спросить, взяла ли ты намолочку из баклажан? Как у тебя обстоят дела с едой? Ну, еда – это то, что я обычно, чем я питаюсь. Хотела ты спросить, наверное, меня готовлю или я что-то? Я очень аккуратно. Особенно по рецептам нашего любимого бон аппетит. Я решила очень аккуратно подойти к теме готовки. Ну конечно. Но раз ты уж сама заикнула, то рассказывай. Ну что? Как часто ты оказываешься на кухне, фартуке бон аппетит и готовишь? Постоянно. Постоянно, если честно, то нет. Суши, пиццу – это понятное дело, могу тоже сделать. Заказать смеши? Не, могу сделать. Могу там все накрутить, замесить. Это так, что с ума сойдет весь дом мой. Ну а ты готовила… Однажды я такую пиццу сделала, что я ее даже фотографировала. Нет слов, одни эмоции. Расскажи, что ты самое интересное ела в путешествиях? Ну недавно была я во Вьетнаме и довелось мне там покушать крокодила. Ну ничего, там просто такое филе, оно было приправлено всякими специями, закинуто хороводом из овощей и все это нам подалось вьетнамской семьей. Я вот сразу перехватываю и выдаю тебе яйца для того, чтобы они после помидорок оказались в твоих руках и ты их нарезала. Я же в это время займусь авокадо. Ты же фэшн-блогер. Это, конечно же, так. Это ко всему прочему. Вот расскажи, как ты дошла до такой жизни, что из себя представляет жизнь настоящего фэшн-блогера и снимаешь ли ты влоги? Блоги. Мамочки, где ты набралась такой пошлости? Влоги не снимаю, потому что я немножечко впитняиваюсь, ну как бы, ну что же я буду вот как будто бы себя такая любимая выставлять. Видео побаиваюсь снимать, не знаю. Фотографии просто как бы надел шмоточку, отметил нужных людей. Ну, фэшн я тоже не очень люблю это слово. Уличная мода. Просто немножечко пропагандирую свой личный стиль на своем канале в Инстаграм скромном. Надо вернуть всех зрителей к тому, что у нас здесь сейчас происходило. Мы нарезали помидоры, мы нарезали яйца, мы нарезали… А ты же забирать мои яйца? Я буду забирать яйца и буду их выкладывать. Сейчас мы все это красивенько выложим и тем временем вернемся к курице, которая уже промариновалась и которую сейчас необходимо отправить запекаться. Курицу перекладываем в форму для запекания и отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Катя, мы с курицей вернулись в кадр для того, чтобы продолжить заниматься нашим салатом. Можешь, пожалуйста, выложить яйца? А я в это время распределю между нами обеими курицу. Какая же она все-таки прекрасная получилась. Она такая прекрасная, и яйца принесла, и сама пришла. Обычно, когда люди разговаривают о творчестве, один из самых стандартных вопросов и вопросов, который интересует больше всего – как же и где черпать вдохновение? Вот где ты берешь идеи для всего? Где они? Ну, иногда мне просто достаточно посмотреть в глаза моему коллеге Олегу. А потом забыть это все. Как страшный сон. И сделать красоту. Да, и посмотреть в интернете, что-нибудь у кого-нибудь позаимствовать – вот и все. Как там говорят? Посмотри в глаза Олегу и сделай по-другому. Кради как художник, вот как бы вам и все творчество. Но помимо этого, ты в своей обычной жизни делаешь какие-нибудь скетчи? Может, у тебя есть скетч-бук или ты делаешь… У тебя есть организованный сайт? Есть, у меня несколько. Несколько их. У меня организована дома выставка. Туда приходит мама, и мама говорит, что мне опять ты нарисовала то же самое. Я думала, мама говорит, ты самая талантливая. Нет. Мы с тобой переходим к следующему этапу. Выложи, пожалуйста, оливки, они нам понадобятся. А я в это время займусь сыром и его красиво настругаю. Задуманный вопрос, который мы очень часто получаем в комментариях по поводу тебя и твоего напарника по съемкам. Олега, скажи мне, пожалуйста, у вас что-то есть? Между нами есть одно чувство. Называется… Мы с первого курса вместе. И все, что вы делаете, вы делаете тоже вместе. Мы просто дружим очень давно с института. Очень мы с ним добрые, любимые друзья. Олег тот самый человек, который тебя привел в Бон, в Тайгер Милк. Угу. Сначала говорил, что мы просто идем в клуб, а привел в Бон. Передаю тебе базилик, выбирай, самый красивый. Кстати говоря, друзья, если у вас дома остается большое количество зелени салатной любого вида, то ее можно очень классно сохранять в холодильнике. Подобным образом вы берете большую салатницу, складываете туда сухой вымытый салат. Обязательно он должен быть сухим. Сверху кладем бумажное полотенце и закрываем все плотненько пищевой пленкой. Таким образом у нас салат будет в холодильнике храниться, я не знаю. И будет такой вот прямо, да. Катя, распаковывай свои запакованные чемоданы, потому что мы еще не закончили. Нам еще надо добавить соус и попробовать. Да. Какой ты будешь выбирать? Я, пожалуй, выберу цезарь сырный, а ты? А я возьму блю чиз. Передай, пожалуйста. Какие у тебя ожидания? Ставки? Я думаю, что у нас получится что-то особенное. Я думаю, что это будет очень нежно, вкусно и тонко. Мне нравится, что здесь у нас смешано большое количество разных ингредиентов, и они друг друга очень здорово, на мой взгляд, дополняют. Да, я в принципе люблю любые салаты, где есть авокадо, и тем более в сочетании с курочкой, которая очень сочненькая действительно получилась. Вся такая золотистая, и действительно получился такой хороший зеленый здоровый салатик. А давай еще для тех друзей, которые находятся по ту сторону камеры, кое-что вот с этим сделаем. Друзья, знаете, что это? Катя знает, что это. Вика приготовила для меня гитару. Да. У меня даже есть салатные маракасы. Хорошо, попробуем что-нибудь. Споем песню про сегодняшний день. А может быть замутим салаты съедим На кулинарном проекте номер один А может быть запустим салаты съедим Бон аппетит Катя, я поздравляю тебя с твоим кулинарным дебитом у нас на канале. Ну вот и все, друзья. На сегодня мы закончили. Готовьте этот салат для себя, своих близких и родных. И не забывайте делиться впечатлениями в комментариях. Ну а на сегодня мы прощаемся. Встретимся с вами на этой же кухне в следующий раз только с Катиным коллегой Олегом Олеговичем. Мы будем готовить сэндвичи и не забывайте выбирать ингредиенты для нас. Ну а на сегодня, наверное, это все. С вами была Катя. И Вика. И канал Бон аппетит. До новых встреч, друзья. Пока. Пока-пока. Пока-пока.